Приветствую вас. Спасибо большое, что подождали. Надеюсь, ваше терпение будет вознаграждено. Я прочитал ваше сообщение. Нет, оно написано нормально. То есть понятно, что вы спешили, понятно, что вы хотели выразить свои мысли, свои чувства. И понятно, что вы, ну, в общем-то, не прирожден, не писатель, чтобы выяснялся идеально. Но, тем не менее, я все понял. Первая проблема – это проблема переезда. Вторая проблема – это проблема перфекционизма. И на первый взгляд, проблемы совершенно разные. Потому что, ну, понятно, да, что переезд – это, как бы, желание ваших родителей, чтобы у вас было хорошее место, чтобы вам было удобно, там, комфортно и так далее. Их, в принципе, можно понять. Вторая проблема – это проблема перфекционизма, того, что вы время начинаете новую жизнь, об этом вы написали немного. Но, несмотря на то, что вы написали об этом немного, это является ключевой проблемой. То есть, понимаете, в чем дело? Я бы предпочтал начать именно со второй проблемой, потому что считаю ее важнее. Дело в том, что вы начинаете новую жизнь каждый раз к тому, что вам что-то в себе не нравится. Вы не принимаете себя до конца такой, какая вот вы есть. И ваша новая жизнь – это попытка стать той, кем вы хотите стать, но при этом без оглядки на то, что вы ориентируетесь в своем желании стать той, кем вы хотите, на идеальную я, вы хотите, чтобы все было идеально. А все идеально быть никогда не может. И давайте подумаем, что толкает вас на то, чтобы начинать каждый раз новую жизнь. Значит, старая жизнь вам чем-то не нравится, старая жизнь вас чем-то не устраивает. И давайте подумаем, чем она вас не устраивает. Скорее всего, она вас не устраивает тем, что вы не уверены в себе. Что вы не уверены в себе, что вы не свободны, вы чувствуете эту самую не свободу, вы ощущаете, что вы как бы не принадлежите сама себе, потому что, с одной стороны, вы и на месте своей учебы чувствуете себя не очень комфортно, и, судя по всему, дома, несмотря на то, что у вас там друзья и молодой человек, вы все равно чувствуете себя достаточно не свободны из-за отношений с родителями. И вот это отсутствие свободы и оттолкает вас на то, чтобы начинать новую жизнь. Но, видишь ли, в чем проблема? Новая жизнь – это на самом деле вся та же жизнь. И это все та же вы. То есть, меняются что? Меняются какие-то аспекты вашей жизни. Но вы сами не меняетесь. Поэтому, начиная новую жизнь, вы-то остаетесь той же, с кем вы были. Отсюда, знаете, довольно распространенная поговорка о том, что хорошо там, где нас нет. То есть, по факту, это можно интерпретировать так. Там, где нас нет, все действительно хорошо. Почему? Потому что нас там нет. Мы к тем обстоятельствам никаких, никакого отношения не имеем, не влияем на них, не привносим в них что-то свое, да? И поэтому, и отсюда нам кажется, что там все хорошо. Потому что нас там нет. Как только же мы появляемся там, мы привносим что-то свое туда, сразу. Вот там, где мы появляемся. Мы привносим что-то свое дело, мы начинаем там что-то делать, и начинается сразу проблема. Поэтому вам нужно для начала и прежде всего принять себя в том, какой и какая вы есть. Если в вас имеется некая определенная неуверенность в себе, а она видна априори невооруженным взглядом, я надеюсь, вы это понимаете достаточно хорошо, что вы сами в себе не уверены, то вот эта неуверенность и мешает всему тому в вашей жизни. Именно это неуверенность. В чем вы не уверены? И вот в том, что вы не уверены, в том, в чем вы не уверены. И касается вашего второго вопроса. Понимаете, в чем дело? Родители хотят, чтобы вы переехали по чему? Потому что, как они говорят, чтобы вам там было лучше, чтобы вам там было комфортнее, да, чтобы у вас не было житья в общежитии и так далее. Но, тем не менее, родители очень здорово так игнорируют вашу просьбу о том, что вы не хотите переезжать. Вы не хотите в другое место. Значит, давайте тогда посмотрим на это ситуацию так. Родители хотят, чтобы вы жили по месту своего обучения, потому, что им это тоже выгодно. И они как бы заодно помогают вам. То есть вы для них повод. Повод для того, чтобы, условно говоря, переехать в более, ну, там, перспективное место. И, простите, если они хотят переехать в более перспективное место, то это их право. Это их выбор. Если они хотят переехать в более перспективное место с вашей помощью, это, опять-таки, их право и их выбор, но это не их хорошо. Вообще говоря, это использование вас. Вот вы пишете, например, такую вещь, что мама хочет, чтобы выжили в своей квартире, да, а при этом бабочка хочет ей помочь. Так вы говорите. Вы пишете так. Бабочка хочет помочь, но при этом бабочка, этот человек достаточно такой, да, тоталитарный, диктаторский. О том, почему бабочка такая, мы сейчас речь пока вести не будем. Хотя и можно, можно было бы, давайте пока все-таки об этом говорить не будем. Пока мы разрешим ваш вопрос, связанный непосредственно с тем, о чем вы пишете. Родители поступают, к сожалению, достаточно эгоистично по отношению к вам. И это едва ли не самая большая проблемная проблема. Родители эгоистично, они хотят воспользоваться вами, ну, как бы не вами, конкретно вам, а ситуации с вами хотят воспользоваться для того, чтобы достичь чего-то, что важно и нужно им, чего-то, что интересно им. И их не волнуют ни ваши друзья, их не волнуют ни ваши, там, планы, ни ваша личная жизнь даже, и так далее. Потому что они сами получили для себя повод нашим обрести более лучшие условия жизни. И знаете, какая получается интересная ситуация? Вот вы учитесь, и раз вы учитесь, я думаю, что вы уже 18-летняя, так вот, получается так, все родители сейчас говорят вам, это для вас, да, это ради вас, там, и так далее. И действительно, все бы ничего, действительно, ради вас это все. если бы только потом родители не сказали бы вам это еще и вину, то есть, они бы говорили, вот мы для тебя, ради тебя переехали в другую квартиру, а ты нас не ценишь. Вас не посещала такая мысль, пусть и не очень, конечно, приятная, я отдаю себе от счетовое, но тем не менее, то они, родители, хотят вас таким образом к себе, как бы привязать, и привязать едва ли, знаете, едва ли не сильнее, чем сейчас. То есть, мало того, что вы учитесь, как вы, там, говорите, за их счет, да, вы это достаточно четко сказали, что они платят за ваше обучение, мало того, что вы учитесь за их счет, так еще и они квартиру ради вас покупают, но покупают они для себя, а представляют так, что для вас. И вот это главный момент. Знаете, я думаю, что если это спадающие бабушки, то ничего удивительного в этой ситуации нет. в Советском Союзе было такое, ну, я бы сказал, не мифическое, а такое очень распространенное выражение «загоним человека в светлое будущее железной рукой». И хотя это было в советское время, но говорили это совсем другие люди, не большевики, но тем не менее, так и было. И ваша бабочка вместе с ней и ваша мама, будучи, наверное, уроженниками еще Советского Союза, считает именно так, что главное это материальное обеспечение, главное это условия, и они к этим условиям стремятся. Это их право, для них это важно, на здоровье пусть стремятся, но вам нужно другое. И встает закономерный такой вопрос. А что вы можете делать? Что вы можете сделать в этой ситуации? Ну, вообще-то говоря, для начала, для начала поработайте на своей неуверенности в себе. Вот вы сами в себе не уверены. Так, в чем вы в себе не уверены? В чем вы сомневаетесь в себе? Вы боитесь, боитесь беречь своей бабочке, своей маме, то есть вы как бы говорите им что-то, они начинают на вас кричать. И вас это как бы, ну, я бы не сказал, что прям пугает, я бы не сказал, что это вас прям отталкивает, но это вас, знаете как, подкачивает, то есть вы осознаете неизбежность того, что происходит. и это первый момент. Вы считаете, что их точка зрения, вы считаете, что их позиция в чем-то выгоднее, в чем-то выгоднее, в чем-то крепче, чем ваша. Это, пожалуй, едва ли не главная ваша ошибка. Вы считаете, что их позиция более правильно, чем позиция ваша. Хотя на самом деле и ваша позиция, и их позиция имеют право на существование. Другое дело, другое дело, что у каждого она своя, принципиально своя, исходя из ценностей родителей и исходя из ваших ценностей. Так вот, ваши ценности не менее важны, чем ценности родителей. Только есть одна небольшая оговорка. Оговорка небольшая, но очень важная. Почему родители отправили вас на оплатное обучение за свой счет, но при этом так, что вы ставите себе это вину. Но видимо родители вам достойно очень сильные и здорово так указывали что делать, куда учиться, как жить и вообще. Особенно при условии, что у вас тоталитарная бабочка. А это значит, вам все время говорили, вы должны, вы должны, жены, вы обязаны, вы там, вот они для вас все это делали, и вы для них обязаны делать тоже что-то. Это, вот это, подобное проявление является, мне кажется, в вашей ситуации ключевым. Родители делают для вас что-то, чтобы вы чувствуя себя обязанными, обязаны им делали в ответ для них то, что, ну, скажем так, они хотят, что они считают нужным. Вот вы, например, ради них вы, как бы, конечно, не готовы, вы осознаете, что это проблема, но вы, в принципе, готовы и уже неплохо представляете себе, как вы, например, живете в другом городе, как вы, например, уезжаете от своего молодого человека, как вы живете без него, как вы живете там, на другом месте, да, и так далее. И все это у вас уже есть, вы это все уже представляете. Почему? Потому что вы очень, очень, а, хорошо привыкли. подчиняться им, своим родителям. А этого делать как раз таки не стоит. Сейчас вы уже взрослый человек, сейчас вы уже сами имеете право и можете, самое главное, можете строить свою жизнь так, как вы считаете нужным. и давайте для начала спросим вас так. Имеете вы право на то, чтобы жить там, где вы ходите, если на это нет каких-либо серьезных обстоятельств. Например, беженцы уезжают из своей страны, потому что там идут войны, а люди переезжают в мест, потому что там землетрясения, да, какие-то стихийные бедствия и так далее. То есть это вынуденное председление. Скажите, имеет ли по-вашему праву человек, по-вашему мнению человек жить там, где он хочет и с теми людьми, с которыми он хочет? Я думаю, ответ ваш будет скорее всего да, имеет право. Хорошо. Скажите дальше, имеет ли право человек устраивать свою личную жизнь так, как он считает нужным. Наверное, выскажите, что да, имеет право. Хорошо. Тогда задаем следующий вопрос. Почему ваши родители устроили вас учиться на коммерции? Почему? Вы учитесь родителям от них материалов, да? Потому что таково было их желание. Их желание было устроить вас туда. Хорошо. Если это их желание, значит, это целиком и полностью их ответственность. Это не ваша ответственность. Это их ответственность. Вы, конечно, не написали, по какой причине вы устроились туда, то есть учиться именно на платный курс, слабость, по какой причине, я имею ввиду, просили вы родителей или родители сами как-то вам предложили такой вариант, или может быть что-то еще, это не совсем понятно, но в любом случае, даже если вы их об этом просили, даже если вы просили родителей устроить вас туда, где вы сейчас учитесь, то это была ваша просьба. И как дочь, и как внучка, вы имели полное право просить родителей об в этом вы имели полное право попросить родителей, чтобы они вас туда устроили. Почему? Потому что это полное ваше моральное право. А их моральное право было либо пригласиться на то, чтобы помочь вам в этом и огласить сразу условие, что мы тебе помогаем учиться вот сразу, мы устраиваем тебя на платный курс, мы тебе помогаем и ты нам за это приезжаешь в тот город, где ты учишь. Мы покупаем квартиру и собственно там мы и живем. Начинаем жить точнее. Изначальные условия. Простите, но у вас в письме такого изначального условия нет. Нету у вас изначального условия о том, что родители вставили вам такие условия. Да? Нет. вначале таких условий не было. Изначально ну давайте пока просто предположим, просто пока предположим, что пока родители вам помогли просто так, безусловно. Еще раз повторю, нет ничего в вашем письме, что указывало бы на другое. на то еще раз, что изначально изначально родители ставили вам какие-то условия. Не было никаких на это намеков. И вот они безусловно согласились вам помогать. Хорошо. Безусловно согласились они вам помогать. это что простите говоря нас что это означает? А это означает только то, что они оплачивают ваше обучение, потому что понимают, что вам это нужно, потому что вы их ребенок, потому что они хотят вам помочь в силу того, что вы для них родной человек. Вот это безусловно помощь. Что делают они? И изначально они вам так помогают, а после они начинают условия вам ставить. И постепенно эти условия сужат. То есть изначально что давай мы тебе поможем. Вам вроде вначале отказаться как-то неудобно, вы говорите ну может не надо. Да они говорят мы тебе поможем. Вы говорите нет я не хочу говорить ну как так мы для тебя это делаем ты что такая эгоистка. То есть понятно что родители постепенно переводят акцент позешла на себя. на себя вот что такая эгоистка ты мол мы для тебя все делаем а ты нам не хочешь пойти навстречу мы тебе все платим а значит ты не имеешь как не имеешь никакого слова ты не имеешь права ничего нам говорить против просто потому что мы за тебя платим и такая подача услуги является ну вообще говоря неправной такая подача услуги вообще говоря является знаете очень лукавой и наверное самой неприятной когда люди вроде бы вначале согласились что-то для вас сделать просто так а потом потом они уже начали ставить условия хорошо давайте пока ненадолго отойдем от нашей линии и предположим а что если вы условия все-таки изначально приняли ну то есть вам сразу такие условия поставили и вы эти условия приняли потому что вам эти условия казались нормальными на тот момент более менее неприемлемыми вам казались ну вот родители оплачивают вам да значит обучение говорят что купят квартиру все вроде бы у вас хорошо вы были согласны но постепенно вам кажется что нет что-то все-таки не нравится и вы понимаете что такое вам не подходит не подходит может такое быть как вы думаете я думаю что вполне может быть вполне может быть что условия которые раньше были приемлемыми сейчас таковыми не являются вряд ли это сколько-нибудь неожиданное вообще-то говоря проявление для человеческой жизни все течет все меняется условия меняются в том числе и я думаю что нет ничего удивительного в том что вам они сейчас кажутся неприемлемыми но родители родители тем не менее ведь действительно вас вложили они вложились в вас в первом случае если вот вы изначально если вы изначально приняли условия они вложились в вас с четкой целью во втором случае если родители вложились в вас просто так а условия появились потом они вложились в вас без цели Но они все равно вложили Это основной факт того, что они вложили То есть факт денег Если позиционировать вас как хозяйку собственной жизни А именно это является основным постулатом для выхода из ситуации, в которой вы оказались То вы понимаете Если вы будете продолжать решиться То, например, переезд вам практически гарантирован Единственный способ, которым вы можете этот переезд предотвратить Это перестать учиться в том месте, где вы сейчас учитесь То есть кардинально так поменять свою жизнь Но тогда возникают проблемы Сразу несколько проблем, точнее я говорю Первая проблема это то, что вы не оправдаете ожидания ваших родителей И с другой стороны проблема денег То есть родители же все-таки в вас все это вложили Если это просто пропадет стук-туни Даже если они, скажем так Даже если они делали это безусловно То сразу это будет с моральной точки зрения не очень здорово Все равно с моральной точки зрения это будет как-то неправильно Это будет не совсем этично Это будет некрасиво вообще-то говоря И вот момент, этот момент основной О нем нужно будет вам сказать отдельно Дело в том, что вы как взрослый человек Несете ответственность за то, что делают вам ваши родители То есть они вложили, они вложились в вас И они для вас, ну, делали что-то Я думаю, что они достойны того, чтобы вы как-то им это компенсировать Значит, вам, как родному человеку Нужно брать ответственность за то, что они для вас сделали А именно, сказать четко, что вы вернете им определенную сумму средств Которую они на вас потратили Может быть даже с учетом инфляции Если уж на то пошло И этим вы целиком и полностью Вы пообещаете, если нужно, там, напишите расписку, все дела Этим целиком и полностью вы Дадите родителям понять, что вы Не собираетесь просто так Оставляя этот факт, что они что-то для вас сделали Конечно, вы берете на себя ответственность И компенсируете им все потери Что касается ожиданий родителей от вас Вот что касается ожиданий, то здесь, наверное, сложнее Дело в том, что ожидания у всех, вообще, у всех людей По отношению к вам будут самые разные Родители это только, знаете, один из примеров Это капля в нуле На самом деле в жизни у вас будет гораздо больше И разнообразных ожиданий, чем сейчас Сейчас у вас ожиданий Только родители чего-то ожидали У вас молодой человек Друзья чего-то ждут и все Дальше будет больше ожиданий, вы поверьте И если вы будете стремиться соответствовать ожиданиям всем Всех людей Ожиданиям всех людей То ничего хорошего Из этого у вас не выйдет вообще Ничего хорошего Почему? Потому что ожидания у всех разные Вы, простите говоря, одна И если вы будете соответствовать всем ожиданиям То вы рискуете потерять себя Вы уже, по сути, стоите на том пути Когда вы начинаете себя терять Как? Вы уже рассчитываете, как будете жить На новом месте И самое, что печальное в этом Это то, что вы себе представляете это Очень, очень хорошо Это говорит о том Что вы морально готовы к тому Чтобы, ну вообще говоря Подчиниться воле вашей хранилистики А это и есть потеря себя Так вот, нужно сказать Что, когда человек начинает Образно говоря Быть собой Когда человек начинает Образно говоря Быть личностью Когда он преодолевает проблему Тогда человек входит Из мистического Да, то есть вот Ну, знаете как Древние люди Они жили По Инструкциям По Священным Текстам Да И у них все было Отписано То есть у них не было Никакой Личной Ответственности За свою жизнь Если там Пошел дождь Пошел гром Это Бог Если не урожай Значит Это Тоже Боги Книеваются Если наоборот Урожай Тоже Боги Милостливы И так далее То есть Человек не только Не имел Ответственности За свою жизнь Но он И не имел Морального права Присвоить себе Какой-то Успех Успех За какую-либо Деятельность Совершенную И И вот Это Одна из Самых Главных Проблем Человек Был полностью Беспомощным Перед Внешним Миром Сейчас Если Такой человек Начнет Делать что-то По своему Усмотрению Сразу Появится Проблем Вот так И у вас Пока Вы делаете Все Как хотят Родители Пока Вы делаете Все Как хотят Они Ну Вроде бы Проблем Нет Да Есть только Внутреннее Недовольство Есть только Внутренний Какой-то Дискомфорт Но это Знаете Это у вас Было Раньше Я думаю Что Вы Достаточно Привыкли С этими Жить То есть Вы знаете Достаточно Обыденно Рассказываете О том Что Вот Вас Принуждает И все Да Это неприятно Да Это Больно Да Вы боитесь Но При этом Это Не Что-то Такое Знаете Слишком Ну Слишком Выдающе То есть Такое было И раньше Просто Сейчас Оно Приобрело Глобальный Масштаб И степень Вашего Дискомфорта Стала Такой Что Вы понимаете Что Дальше Так Жить Нельзя Это означает Что Вы морально Готовы К тому Чтобы Совершить Действие Чтобы Человеку Совершить Действие Ему Нужно Что Что Ему Нужно Человеку Нужно Определенный Стимул Определенный Мотив Чтобы Совершить Действие Человеку Нужно Сперва Ощутить Что Либо Вот Вы По сути И Ощутили И Сейчас Вы Готовы Действовать Действие Это Наверное Главное Взять Ответственность На свою Жизнь Самостоятельно Взять На себя Ответственность За свою Жизнь Не Перекладывать Ее на родных Которые Видите Как Помогают Вам Суслови А Именно Взять На себя Ответственность За то Что Вы Делаете Посидите Подумайте Что Для вас Лучше Понятно Что Вам Лучше Остаться Там Где Вы Сейчас Что Для вас Лучше Остаться С Мужиной Которого Вы Любите Безусловно Что Для вас Лучше Быть Там Где Вы Выросли Где Все Вам Близко Знакомо Где У вас Где С кем Общаться Что Для Этого Нужно Для Этого Нужно Самостоятельно Себя Обеспечивать Значит Обучение Которое Вам Сейчас Получается Только Вредит Придет Составить Придется Самостоятельно Выйти На Работу Быть Готовы К тому Что Родители Не Осознают Что Это Ваше Счастье Действительно Ваше Счастье Быть Готовы К тому Что Они Родители Будут Оказывать Вам Сопротивление И Быть Готовы Через Это Сопротивление Идти Это Сопротивление Преодолевать И Только Преодолевая Проблемы Вы Будете Расти Как Личность Вы Будете Становиться Настоящему Взрослым Ответственным Человеком Только Так Только Преодолевая Проблемы К сожалению По другому Не Воспользую Вы Для них Являетесь Для своих Родителей Вы Являетесь Ребенком И Они Ваши Слово Возпринимают Как Каприз Как Блаш Как Ничего Что Вам Дорого Преодолевая Учебу Оставить Тот Что Доставить Вас Насильно Никто Не Может От вас Требуется Только Упорство И Желание Преодолевать Проблемы Все Больше Вам Ничего Не Нужно Мама Мама Со временем Вас Примет Мама Со временем Примет То Что Вы Хотите Сделать Мама Со временем Увидит Что Для вас Это Действительно Важно Увидит Что Увидит Что Вы Действительно Это Хотите Что Это Ваше Счастье Она Убедится В этом На Основании Того Какие Вы Поступки Ради Этого Хотите Сти Азна И Вот По факту Этого Будет Достаточно А Бабушке Бабушке Грубо говоря Придется Смириться С чем Ей Придется Смириться Смириться Ей Придется С тем Что Вы Сделали Свой Выбор Смириться Ей Придется С тем Что Вы Упор Суете В своем Выборе Да Она Обидится Да Возможно Она Не Будет С вами Разговаривать Да Она Возможно Ну Как бы Так и Не Примет То Что Вы Сделали Возможно У вас Испортится С ней Отношение 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 Испортится С ней Очень Сильно Но Это Это Та Самая Грубо Говоря Жертва Те 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 Самые Трудности И Проблемы Которые Будут Возникать С вами Всегда Когда Вы Будете Принимать Какие-то Свои Собственные Решения Потому Что Люди Всегда Найдутся Те Люди Которые Не Захотят Принимать То Что Вы Вы Выбрали Не Захотят Мириться С вашим Выбором И Бабушка Как Один Из Самых Близких Для Вас Людей Бабушка Как Один Из Родных Для Вас Людей Поверьте Мне Является По Своей Суть Первой Ласточкой В небе Первой Ласточкой В небе Среди Тех Людей Которые Будут Недовольны Вашими Поступками Вашим Поведением Вашим Выбором Там Вашими Целями Вашими Стремлениями И так Далее И Бабушка При Как бы Это Сказать При Всем Впрочем Бабушка Это Самый Бесполезный Для Ваш Вариант Потому Что Формальный Фактически У нее Нет Оснований И Нет Средств На Ваш Взаимодействовать Вы Взрослый Человек И Сейчас Повторю Вы Уже Не Ребенок Вам Уже Больше Восемнадцати Лет Вы Сами Вольны Определять То Как Будет Складываться Ваша Жизнь Но Надо Испомнить Что Всех Целей Всех Задач Вам Не Испомнить Чем Это Придется Последствовать То Это Придется Оставить Нас На Втором Плате Например Учеба Учеба Важна Но В вашем Случай Вольнее Работать Возможно Обеспечивать Себя Возможно Вернуть Долг Вашим Родителям Потом Заработать Себе На Обучении И Пройти Еще раз Обучение На Уженоважных Собственных Условиях Ни От Кого Не Зависит Вот Так И Что Ну Во-первых Вы Получите Доль Что Вы Отстанетесь Там Где Вы Хотите Во-вторых Вы Не Отстанетесь Своим Молодым Человеком В-третьих Вы Научите Сами Принимать Решения И Сами Не Сти Ответ ственные За Свою Жизнь В-вторых Вы Поймете Что Довольных На 100% Всегда Всех Довольных Вашим Поведением Вашим Отношением Вашими Целями Не Будет Во-вторых К Этому Привыкать А Привыкать Я бы даже Сказал Так Переставать Стремиться К тому Чтобы Всем Угодить Всем Не Угодить В жизни Нужно Действовать Так Чтобы Просто Максимальное Количество Людей По Возможности По Возможности Были Достойны Того Чтобы Ити С вами В ногу По Жизни И Не Более Того Если Вы Будете Стремиться Делать Все Для Всех То Вы Сами Будете Ну Сказать Так Несчастны И Какой Выбор Вы Примете Какое Решение Вы Выберете Какой Путь И Впереди Это Зависит Только От вас Решение Принимать Не Мне Я Надеюсь Что Смог Донести До вас Свою Основную Мысль Теперь Еще Немножечко Поговорим Про То Что Вы Говорите Про Перфекционизм Почему У людей Появляется Перфекционизм Потому Что Люди Не Чувствуют Собственной Значимости Они Чувствуют Себя Скажем Так В силах Что-то Изменить Что-то Сделать И Вы Именно Поэтому Вы К этому Стремитесь Новая Жизнь Нужна Вам Для Того Чтобы Показать Себе Что Вы Хозяйка Своей Жизни Что Вы Можете Делать То Что Вы Хотите Что Вы Сами Способны Определять Как Вам Выглядит Что Вам Делать Что Вам Куда Вам Ити С кем Общаться И так Далее И Этого Вот Того Что Делаете Вы Для Ощущения Собственной Снашимости Недостаточно К сожалению И Именно Поэтому Раз за Разом Вы Начинаете Новую Изменить Потому Что Это Не Дает Вам Довлетворения Ошибки Ошибки Есть У всех Вы Правильно Заметили Но В данном Случае Вот Это Чувство Чувство Собственной Снашимости Оно Представляется Настолько Хрупким Для Вас Для Вас Же Самой Хрупким Это Чувство Что Любая Ошибка Его Убивает Ведь Почему Вы Бросаете Почему Вы Бросаете Заниматься Тем Чем Вы Начали Заниматься Да Новую Жиль Почему Вы Бросаете Новую Жиль Сразу Потому Что Ошибка Ментально Чувствует Что Вы Вновь Ничего Не Знаете Чтобы Вы Вновь Ничего Не Можете Ошибка Дает Вам Понять Что Вы По-прежнему В том Самом Месте В том Самом Ощущении Что Были И Реально И Вот Чтобы Ошибка Не Внушала Вам Такого Чувства Чувства Поражения Нужно Действовать И Проявлять Собственную Значимость Там Реально И по факту Там Где Простите Это Действительно Важно Волосы Которые Вы Например Ходите Там Перекрасить Или Что-то Еще Это Всего Лишь Внешность Это Всего Лишь Попытка На Поместности Удовлетворить Себя Тем С Чем Вы Нуждаетесь Но Этого Мало Это Как Если Знаете Человек Хочет Есть И Вместо Еды Ему Дают Скажем Стакан Воды Ну Или Может Не Стакан Воды А Просто Воды Ну Много Воды Сколько Ему Нужно Воды Человек Пьет И Что Происходит Человек Пьет Он Вроде Бы Как Наполняет Свой Желудок На Какой То Момент Чувство Сытости Приходит Но Потом Она Быстро Уходит Быстро Уходит Это Чувство Это Чувство Быстро Уходит Потому Что Оно Иллюзорно То Де Самое И С Вами Вы Теряете Вер В себя Именно По той Причине Что Вы Не Туда И Ничем Вдовлетворяете Свою Потребность Ваша Потребность Она Заключается В одном А Вы Пытаетесь Довлетворить Ее Совсем Другом И Другими Методами Именно Это И Является Ваша Ошибка Измените Измените Принцип Измените Принцип Вашей Ну Скажем Так Деятельности Измените Подход К тому Что вы Делаете И Вы Увидите Что Ошибки Будут Же Естественными Ну Действительно Естественными Вещами Да Ошибки Абсолютно Ничего Не Решают И Не Изменяют Того Что Вы Допустим Хозяйка Своей Жизни Вот И Все Просто Пока У вас Есть Энергия Есть Потенциал А Вы Эту Энергию И Потенциал Направляете Не Туда Не В Ту Тор Не В Том Направлении Ошибочно И Вот Пока Это Происходит Вы И Будете Мучиться От Того Что Хотите Начать Новую Жизнь Пожалуй Прежде чем Закончить Мне бы Хотелось Вам Еще Ну Как бы Сказать Задать Такой Вопрос Вы Постоянно Пытаетесь Начать Какую-то Новую Жизнь А Вот И Начальное Желание Начать Новую Жизнь Оно Чем Обусловлено У Вас Вот Человек Вот Вы Хотите Начать Новую Жизнь В Какого Момент У У У У У У У У Чего Почему Как Получилось Так Что У У У У У У Появилась Идея Начать Новую Жизнь Значит Старая Жизнь Это Не Ваша Это Не Та Что Соответствует Вашим Там Пребованиям Да Представлениям И так Дали Вот И Подумайте А Какая Жизнь Соответствовала Соответствовала Ваших Представлений Соответствовала Вашим Там Я не знаю Взглядом И так далее Какая И не нужно думать Что у вас Как бы это сказать Будет Время На то Чтобы Ее Начать Эту Самую Жизнь Ту Жизнь Другую Которую Вы хотите Начинать Ее Нужно Уже Сейчас И И Иначе Если Вы Ее Не Начнете Вы Можете Не Начать Ее Никогда Вы Можете Так И Продолжать Действовать По Чьей-то Чьей-то Точнее Чужой Указке Но Не Своей Не Своими Желаниями Вот Это Очень Важно И Нужно Вам Знать Я Надеюсь Надеюсь Что Смог На Вас Донести Эту По Моему Мнению Не Такую Уж Сложную Мысль Она Вам Нужна Для Того Чтобы Начать Меня Я Я Хотел Вам Сказать Еще Вот О Чем На Секущ Если Вы Вдруг Ну Спросите Или Подумаете О Том А Почему Я Не Ответил На Вопрос Как Прибудить Ваших Ваших Родителей Я По Моему Об Этому Уже В принципе Говорил Но Мне Б Хотел Сказать Об Этому Еще Немного Видите ли А большие родители Люди Взрослые Они Взрослые Люди И у Них Есть Свои Взгляд Свои Взгляд На Все На Жизнь На Какие То Моменты На Будущее И так Далее И Представьте Себе Что Эти Люди Привыкли А Они Именно Привыкли В буквальном Смысле Этого Слова Они Привыкли К тому Да Что Вы Им Подчиняетесь Ну Вообще Вы Им Подчиняетесь И Вдруг Внезапно Вы Перестали Это Делать Вдруг Внезапно Вы Начали Жить Своим Умом Своими Там Я не знаю Желаниями Своими Стремлениями И так Далее Ну Вот Представьте Вы Их Слушайте Конечно Эти Люди Не Готовы К тому Чтобы Воспринимать Они Не Готовы И Они Не Не Готовы Еще Довольно Долгое Время Почему Потому Что Взрослый Человек Чем Человек Взрослее Чем Сложнее Ему Подстраивать Под Изменяющиеся Условия Чем Взрослее Человек Чем Большая Доля Вероятности Каждую Ситуацию Которая Происходит С ним Он Воспринимает Как Типовую То есть Как Еще Одну А это Отначает Что И Решение Этой Задачи Для него Именно Такое Типовое Типовое Решение Задачи И Ваши Родители При При Всем Уважении Именно Благодаря Такому Восприятию Себя Своей Жизни Да Никак Не смогут Согласиться С Вами В Чем Либо Если Говорить Именно Вот О Беседе Беседе ТТТ К сожалению Никак Поэтому От идеи Переубедить Их В Чем Либо Вам К сожалению Отказать Отказать Настите Жизнь В Мои Руки И Живите Так Как Вы Считаете Нужно Это Единственное Правильное Решение В Этой Ситуации На этом Все Надеюсь Что Помог Вам Я Искренне Надеюсь Что Смог Донести До Вас Все Мысли Которые Хотел Донести Я Надеюсь Что У Вас Все Получится Что Вы Сможете Сделать То Что Хотите Я Желаю Вам Удачи И Если Еще Какие Вопросы Будут Обращайтесь Пишите Я Вам С радостью Помогу Вот Примерно В таком Формате Который Удобен И Вам Я Надеюсь Ну И Мне Тоже Всего Доброго Доброго Продолжение следует...